С 11 июня Швейцария отменяет визы для граждан Украины. Как сказано на странице Петра Порошенко в Фейсбуке, об этом шла речь на встрече главы государства с руководителем внешнеполитического ведомства Швейцарии Дидье Бурхальдером. Во время встречи Петр Порошенко поблагодарил собеседника за визит в Мариуполь, во время которого Украине был передан очередной гуманитарный груз медикаментов и реагентов для очистки воды. Также президент выразил надежду на дальнейшее углубление сотрудничества двух государств. Как известно, недавно Европейский Союз окончательно утвердил решение об отмене виз для граждан Украины при посещении стран ЕС. Петр Порошенко подписал закон о языковых квотах на телевидении. Об этом сообщается на странице президента в Фейсбук. В своем сообщении президент подчеркнул, что принятие закона – это заслуга украинских СМИ, которые выступили с первоначальной инициативой введения языковых квот, а также парламента, который, по словам президента, сработал блестяще. Напомню, согласно новому закону о распределении языковых квот в телеэфире, обязательная доля украиноязычного контента не может быть менее 75% от всего эфирного объема. На неподконтрольной Киеву территории Украины фиксируется наличие тяжелого вооружения, запрещенного к использованию минскими соглашениями. Об этом сказано в отчете мониторинговой миссии ОБСЕ, опубликованном на сайте организации. Так, волонтеры зафиксировали наличие 10 систем реактивного залпового огня «Град» в 50 километрах западней Луганска. Как известно, минскими соглашениями, подписанными в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, предусмотрено, что тяжелая артиллерия, танки и пушки калибром до 100 мм и минометы калибром до 120 мм, должны были быть отведены от линии разграничения еще в октябре 2015 года. Петр Порошенко авитировал закон о частных детективах. Как сообщает «Украинская правда», документ возвращен в парламент с предложением доработать его. В своих замечаниях президент рекомендует нардепам доработать подход к определению основных принципов организации частной розыскной деятельности в Украине. Напомню, законопроект о частной розыскной деятельности был утвержден Верховной Радой в апреле этого года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова